Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Продолжение первоапрельской подборки. День апрельских дураков отмечается в мире уже 440 с лишним лет. С тех самых пор, когда французский король Карл IX решил, что Новый год должен начинаться 1 января, а не 1 апреля, как это было раньше. Верноподданные французы поздравили друг друга 1 января 1565 года с Новым годом. Однако и о старом Новом годе не забыли. 1 апреля они обменялись подарками шутки ради. Обычай укоренился. Со временем традиция отмечать 1 апреля шутками и розыгрышами распространилась сначала на всю континентальную Европу, а потом и на Британию. В далеком 1949 году диджей одной из новозеландских радиостанций объявил согражданам о том, что к городу Окленду движется рой злобный хоз. Длина этого роя будто бы составляла целую милю. Чтобы спастись от укусов, шутник рекомендовал людям, покидающим помещение, заправлять брюки в носки. Интересно, что многие служащие последовали доброму совету и нарушили офисный дресс-код в целях собственной безопасности. Однако начальник радиоприколиста отнесся к шуточкам подчиненного в беспонимание. Он осудил розыгрыш на том основании, что негоже средством массовой информации сообщать гражданам заведомую ложь. Поэтому с тех пор на 1 апреля радиостанциям Новой Зеландии рассылаются специальные агитки, напоминающие сотрудникам о том, что они обязаны говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Также 1 апреля 1957 года в передаче «Панорама» BBC показал сюжет о небывалом урожае спагетти в Швейцарии. «В Швейцарии в этом году наблюдается небывалый урожай спагетти», рассказывал ведущий программы новостей. Конечно, в этой стране сбор спагетти не достигает таких промышленных масштабов, как в Италии. Многие, наверное, видели фотографии грандиозных плантаций в долине По. В Швейцарии же это скорее семейное дело. Рассказ сопровождали документальные кадры. Семейство швейцарских фермеров дружно срывают с деревьев макароны и складывают в корзинки. После этого в студию BBC последовало множество телефонных звонков, в которых люди интересовались, где можно приобрести такие деревья и как их выращивать. Тысячи людей попросили выслать макаронную рассаду. Особо любознательные выражали удивление, что макароны растут вертикально, а не горизонтально. Но большинство интересовал вопрос, как вырасти деревья спагетти на своем участке. В редакции телеканала им тактично отвечали. Посадите росток спагетти в банку с томатным соусом и надеетесь на лучшее. Ну вот пока и все. Не расходитесь. Скоро узнаем новое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...